Доброе утро, дорогие друзья! Ничего не успеваем, а тут еще Хешван, но брешит пораскочили. Давайте быстренько. Итак, у нас месяц Хешван. В месяце Хешван царь Соломон завершил строительство Иерусалимского храма. Сказано в наших книгах, в месяце Бул, восьмой месяц, был завершен храм. Но, ведраж говорит, что освящение третьего храма будет проходить также в Хешване, потому что компенсация за то, что храм Соломона был освящен только в Тишле, и хотя его строительство завершено было в Хешване. Итак, в Хешване мы имеем возможность и, в общем-то, серьезно ожидать освящения нового храма. Это должно уже сделать этот месяц очень примечательным. Давайте, что будете отмечать, соединение противоположностей, разрушение и строительство характерно для месяца Хешван. Что ты выберешь, зависит от тебя. Перешли к недельной главе. Я хочу рассказать секрет вам, который, в общем-то, великий араби-город Куша открыл, исходя из комментариев этой недельной главе Ноах. Главная цель человека на земле – сделать мир таким, как Бог создал его в начале творения. То есть, самое главное, человеку не строить какие-то космические корабли, ничего, нет. Ему надо вернуть мир к тому состоянию, которое было, в тот мир, который нам вручен был Богом. Вот то, что мы называем райским садом, то, что мы называем идеальным состоянием, было тогда. И все движение человека именно для этого. Вся эта техника, там это фиговый листочек, в котором мы скрываем чувство неполноценности по сравнению с гигантами духа прошлых поколений. Да, гигантами духа, потому что, я уже сто раз говорил, например, толкование Раши для трех лет, которое было тогда, сегодня не может понять уже никто до конца. В конце раздела Ноах, да, рассказывается о дерзкой попытке поколения построить башню до неба и так далее. Это все к нашему дню относится. Они сказали друг другу, давайте сделаем кирпичи, обожжем их в огне, им были кирпичи вместо камня, извлечь вместо цемента. Из-за отсутствия камней вообще в Вавилане изобрели кирпич. А для чего им нужен был кирпич? Для жилья, для общества? Зданий нет, нет. Они написали, давайте построим себе здание, башню до неба и создадим себе имя. Короче, решили прославиться, амбиции начали дороже, давайте запустим жизнь. Вот мы не будем изучать жизнь на Земле, мы не будем лечить болезни, мы запустим Марс на Марс, куда-то для ракет. Человек это звучит гордо, да? Поколение было опьянено своими техническими достижениями. В Вавилане они гордились своими кирпичами, как современные, не знаю, там, американцы сгордятся космическим кораблем Аполлон, там, или шаттлами. Смотри, берешь глину, раз, вуаляй, кирпич готов, ты гений. Вот так что человек это звучит гордо, конечно, и нет предела его возможностям. Вот так вот началось это все. Отсюда же отрицание Бога. И зачем нужен Бог, если нужна техника? Все для человека, все для и так далее. Мы же знаем. Давайте построимся, создадим себе имя. Техника и становится Богом. Так произошло в мире. Вот там он и не свернул ни туда. Талмуд называет человека малюсеньким миром. Ибо в духовном смысле человек включает в себя все. Все духовные силы, которые присутствуют в живой и неживой природе. Человек это венец творения. И от его морального выбора зависит судьба мира. Пока, к сожалению, мы выбираем не то. Мы выбираем войну и разрушение. Мы строим себе башню. То один правитель, то другой начинает строить себе башню до неба. А если человек возвышает себя, то он возвышает мир вокруг себя. Если человек извращает мир вокруг себя, то он извращает мир вокруг себя. Поэтому грешники поколения потопа не только сами извратились, но извратили окружающий мир. К сожалению, это происходит сейчас. Почему не произошло такого, что люди могли вывод сделать, сложно сказать. В чем суть еще очень важная нашей главы? Почему заслужили спасение те люди, там, часть людей, животные, которые укрылись в Ковчеге? Потому что они были тем миром, ноя, которым удалось спасти. И у каждого из нас есть свой ограниченный мир. Семья, друзья, близкие, родственники, там еще что-то. Не знаю, кто является кругом. И вот судьба вот этого маленького мира в наших руках. Она зависит от нашего выбора между добром и злом. Вот это нам хочет сказать глава. Поэтому царь Соломон нам что говорит? Праведник основан мира. О чем это? Все, кто хотят спасти мир, пусть прислушаются к словам Торы, с которыми Всевышний обратился к Ною. Что он сказал? Сделай себе как человек. Ибо, спасая себя, ты спасаешь себя и свой кусочек мира. Вот этим вот надо заниматься сегодня. Вот это самое главное. Дорогие друзья, что хочется еще вот два слова буквально сказать. В очень сложном ситуации, в сложном мире, в непростой ситуации мы все находимся, чувствуется, что мы не просто ведем мир к концу, а мы вот на каком-то распуте. Вот еще шаг, или да, или нет. Еще шаг, и все взорвется, или еще шаг, и все склеится. От каждого из нас сегодня настолько зависит все, что мы даже не представляем. Вот от каждого из нас, сидящего сейчас, вот слушающего урок, вот один верный шаг, и может мир измениться. Давайте его сделаем. Тем более такой шаббат чудесный. Шаббат и шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...